Спрячь за высоким забором, девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором. Привет! Привет всем любителям математики! Снова приплел неуловимых мстителей. И постоянно удивительная вещь, какая-то странность в каждом ролике. Ну а сейчас нам необходимо избавиться от иррациональности. Ну вообще-то здесь задание просто вычислить значение выражения. Ну понятно, что придется избавляться от иррациональности, то есть от всех этих корней. И будем выделять полный квадрат двучлена. Ну что ж, возьмем выражение под самым последним корешочком. Последним. Посмотрите, 9 плюс 4 корни из 2. Что это такое? Вы видите здесь удвоенное произведение? Это 2 умножить на 2 корни из 2. Мысленно увидели? Удвоенное первое на второе. Но! Если мы возьмем первое 2, 2 в квадрате 4, корень из 2 в квадрате это 2. 4 до 2, 6. А тут девяточка. Ищем. А посмотрите, а что если мы увидим, что 2 корни из 2 в квадрате, 2 в квадрате даст 4, а корень из 2 в квадрате 2. Дважды 4, 8. Это 8! И тут еще единичка. Вот как мы представим мысленно 4 корни из 2. Это 2 удвоенное произведение. Первое на второе. Тогда вот это выражение предстанет в таком виде. 2 корни из 2 в квадрате. Это будет 8, я уже говорил. Плюс 4 корни из 2. Здесь удвоенное произведение первое на второе. Плюс единица. Квадрат первого числа плюс удвоенное первое на второе. Плюс квадрат второго числа. Это квадрат. Это квадрат суммы, друзья. Поняли? Это квадрат суммы. И вот это выражение находится вот под этим корнем. Мне, чтобы много не писать, иначе будет очень много времени. Мы этот корень сейчас извлечем отсюда. Посмотрите. Возьмем вот так вот и сами себе напишем. Корень вот-вот из этого. Чему равен корень из квадрата? В связи с тем, что внутри положительное число равен этому же числу. Вообще корень из квадрата числа равен модулю этого числа. Но модуль положительного числа равен самому числу. Итак, мы получаем корень из десяти плюс восемь корней из два плюс. И корень из квадрата равен самому вот этому положительному числу. Два корня из двух плюс один. Видите? Ловили? Я еще ориентируюсь не только на вас, уважаемые друзья. Вас всех вижу. Но мне еще хочется, чтобы и тот зритель, который здесь, ему было понятно. Равно. А вот здесь посмотрите, какая прелесть. Удвоенное произведение, видите? Двоечка это удвоенное произведение. Корень из двух первое число. И если я вот здесь единичку впишу, умножить на один, это будет второе число. Итак, удвоенное произведение первое на второе. Тогда должен быть квадрат. Квадрат второго есть. Это единица. Единица в квадрате один. А корень в квадрате это два. Итак, вот это выражение внутри корня это полный квадрат. Поняли? Ну, тут уже все. Дело техники. И дальше уже, наверное, все будет быстро и понятно. Ладно, распишу. Корень из двух плюс один. И это в квадрате. Проверяем. Квадрат первого числа. Корень из двух в квадрате это два. Плюс удвоенное. Два на корень на один. И плюс единица в квадрате это один. Все сходится. Корень из квадрата числа. Вообще равен модулю числа. Но у нас внутри положительное число. Квадрат положительного числа. Значит, корень из квадрата положительного числа равен самому себе. Корень из десяти. Плюс восемь умножить на... На сколько? На корень из двух плюс один. На корень из двух. Ну, давайте, а то у меня сейчас целая строчка уйдет. Поняли, да? Мы восемь умножим на корень из двух плюс один. Раскроем скобки сразу. Поняли? Равно. Ну, вот здесь сейчас будем искать вот в этом полный квадрат. Полный квадрат. Полный, полный. Полный квадрат. Можно написать восемнадцать, да? А потом начать искать. Плюс восемь корней из двух. Корень. Так. Ну, удвоенное сначала выведем, да? Восьмерочка удвоенная. И тут у нас остается четыре корня из двух. Ну, можно сразу же легко проверить. Четверка в квадрате. Шестнадцать. Ну, просто проверим. Допустим, четыре это первое число. Четыре в квадрате шестнадцать. Вот, я помечаю себе. И плюс квадрат второго числа. Корень из двух в квадрате это два. Шестнадцать плюс два как раз восемнадцать. Поняли? Итак. Ну, вот распишу совсем подробно для восьмиклассников. Два на четыре на корень из двух плюс два. Смотрите. Шестнадцать плюс два. Как и было. Восемнадцать ничего не изменилось. Дважды четыре восемь. В общем, вот это, это то же самое. Но, квадрат первого числа, видите? Четыре в квадрате. Квадрат второго числа. Корень из двух в квадрате это два. Видите? Итак, квадрат первого числа плюс удвоенное первое на второе. Плюс корень из двух в квадрате. Это два. Квадрат второго числа. Итак, перед нами корень из 4 плюс корень из 2 в квадрате. Так? Равно. Ну, извлекаем корень, по идее, конечно, модуль числа, но это число положительное. Ответ 4 плюс корень из 2. Вот оно, значение этого выражения. Бывает у нас раздаются комментарии, что если нету какой-то конечной десятичной дроби, или обыкновенной дроби, или целого числа, то вроде как какой-то ответ неприятный. Нормальный ответ 4 плюс корень из 2. Смотрите. Вот, представьте себе отрезок 4 сантиметра. Так? И если я его продлю на длину корень из 2, а для этого просто возьму квадратик со стороной единицы, проведу диагональ, и вот он этот отрезок, ребята. Вот и циркуль даже есть, помните, тот легендарный. Я вот сейчас беру этот отрезок, вот я его взял, и вот здесь отмечаю. Видите, даже как четко попало, прям отчетливо видно, 1 целый и 4 примерно десятых, да, там, с копеечками. Вот это, друзья мои, отрезок длиной 4 плюс корень из 2. Такие отрезки сплошь и рядом используются в строительстве. Стропильная группа, да? Или как там, когда устройство крыши, ну, в терминах могу ошибаться. Вот крышу ставил, в терминах, может быть, я и путался, но гипотенузу-то вычислял приблизительно правильно. Единственное, что при работе с древесиной, там, по-моему, до 1 миллиметров, до 5, до сантиметра можно ошибаться, нет? Поправьте, если что. Всем большой математический привет! Все-таки, я думаю, от иррациональности интересно избавляться. Пока!